Автомобилистам пора переобуваться и быть осторожнее на дорогах. В нескольких городах Челябинской области выпал первый снег. В Златоусте и Усть-Катаве водители уже выстроились в очередь на шиномонтаж. Синоптики называют осеннюю метель генеральной репетицией перед зимой. Когда она придет, расскажет Светлана Свечкарева. На шиномонтаже в Усть-Катаве выстраивается очередь из первых клиентов. Спешат переобуть машины в зимнюю резину. Выпал первый снег. Слой пока небольшой, толщиной в палец. Но дороги уже обледенели. Спускаться и подниматься в горы с летним протектором стало трудно. В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Действуют по воскресенье. Самые сильные метели ожидаются в горнозаводской зоне. Синоптики обещают снег и минусовые температуры даже днем. В Златоусте уже сегодня не только снег, но и сильный ветер. Непогода разыгралась и на севере региона. В Кыштыми, кажется, даже природа была не готова к таким переменам. Еще цветущие клумбы покрыло белое одеяло. В центральной части Южного Урала температура тоже понизилась. Днем в центре Челябинска около двух градусов. Яркое солнце то появляется, то прячется за тучи. Сильный ветер, иногда пролетает снег. Но гололеда и сугробов пока что нет. Климатологи объясняют, выпавший снег еще растает, а ветер стихнет. Прогнозируют, что зима в этом году придет в середине ноября. А сегодняшний снегопад называют генеральной репетицией. Вторая половина октября. Синоптики называют предзимье. То есть это еще не установилась зимняя циркуляция, а это все-таки предзимье. Конечно, одеваться надо тепло. И в октябре и в апреле всегда отмечаются наиболее сильные ветры. Вот что мы и ощущаем. В эти выходные МЧС рекомендует водителям отказаться от дальних поездок, особенно в горнозаводскую зону. При себе советуют иметь теплые вещи, запас бензина и питание, а также буксировочный трос. На случай, если из-за непогоды автомобиль застрянет. Инспекторы ГИБДД в эти дни увеличат количество патрулей на трассах. Светлана Свечкарева, Артем Большаков, Николай Черданцев, ОТВ.